Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 3. Урок 5. Выполни действия по заданным алгоритмам и запиши значение x в тетради. Какой из этих алгоритмов можно назвать линейным, разветвляющимся и циклическим? И почему? Рассмотрим первый алгоритм. Алгоритм данный линейный, так как в нем нет вопроса. И все действия выполняются по порядку. При а равном 5, 5 прибавляем 9, будет 14. Затем отнимаем 7, будет 7. И к 7 прибавляем 38, получаем 45. При а равном 5, значение x равно 45. При а равном 12, мы к 12 прибавляем 9, получится 21. Отнимаем 7, будет 14. И к 14 прибавляем 38, получаем 52. При а равном 20. 20 плюс 9 будет 29. Минус 7, получится 22. 22 плюс 38 будет 60. А при а равном 20, x равен 60. Это линейный алгоритм, так как в нем нет вопроса. Да или нет. Рассмотрим второй алгоритм. Алгоритм 2. Это алгоритм, разветвляющийся. Так как после вопроса возможно два варианта. Два варианта событий. Либо да, либо нет. При а равном 5. Мы к 5 прибавляем 7, получаем 12. А теперь мы смотрим. 12 меньше 18. Да или нет? Да. Значит, мы к 12 прибавляем 5. Получаем 17. При а равном 5, x равен 17. Следующее значение а. 12. 12 плюс 7 будет 19. 19 меньше 18? Нет. Значит, мы от 19 уже будем отнимать 4, а не прибавлять 5. Получим 15. x будет равен 15. При а равном 20. К 20 прибавляем 7. Получается 27. 27 меньше 18? Нет. Значит, идем вот по этому пути. От 27 мы отнимаем 4. И получаем 23. Данные заносим в табличку. Рассмотрим третий алгоритм. Это алгоритм циклический, так как при отрицательном ответе на вопрос будет повторяться действие плюс 3, пока ответ на вопрос не станет положительным. Итак, при а равном 5, 5 прибавить 3 будет 8. 8 больше 15? Нет. Значит, мы опять возвращаемся назад и прибавляем 3. И к 11 прибавляем 3. Получаем 14. 14 больше 15? Нет. Возврат назад. 17. И вот только когда 17 у нас получилось больше, чем 15, тогда ответ да, и мы от 17 отнимаем 8. Получается 9. Таким образом, мы нашли первый ответ. При а равном 5, х равен 9. При а равном 12, 12 прибавляем 3. Получается 15. 15 больше 15? Нет. Значит, мы от 15 назад возвращаемся, прибавляем 3. Получаем 18. 18 больше 15? Да. Тогда от 18 отнимаем 8 и находим 10. х равен 10. При а равном 20. 20 прибавляем 3. Будет 23. 23 больше 15? Да. Значит, мы от 23 сразу отнимаем 8 и находим значение х. Заполняем таблицу. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...